Первенство Владивостока по парусному спорту состоялось в Приморской столице. Традиционные соревнования с ярким названием «Паруса нашей надежды» собрали 54 участника. Все это юные спортсмены из яхт-клубов «Семь футов» и «Навигатор». Соревнование прошло в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер Радиал» и «420». Показывают свой результат, чему они научились за зимний период. В каждом классе по итогам двухдневных соревнований определилось по два победителя в мужской и женской категории соответственно. В итоге была отобрана десятка лучших, которые уже совсем скоро представят Приморье на 8-й летней спартакеаде учащихся России, которая пройдет в Таганроге. Городской чемпионат по большому теннису прошел во Владивостоке. В ежегодном мероприятии приняли участие порядка 80 юных теннисистов в возрасте от 9 до 17 лет. Соревнования проходили в течение двух дней на открытых кортах в районе проспекта Красного Знамени 29А. Открытый статус чемпионата позволил показать свое мастерство спортсменам не только из Владивостока, но также из находки и Уссурийска. Слава Богу, после наших дождей переморских сегодня погода нам благоприятствует. Я надеюсь, что и теннисисты покажут достойную игру. Первое, второе, третье место награждается грамотой, не медалями. Первое место еще и кубком. Чемпионат был проведен в одиночном разряде в категориях юноши и девушки. А так как турнир проходил в рамках российского теннисного тура, то кроме наград призеры получили и заветные очки в свой личный рейтинг. Уже традиционный фестиваль уличных танцев Street Air стартовал во Владивостоке. В этот раз на открытие мероприятия вышло 20 участников, выступивших в двух номинациях – новичок и профи. Никаких ограничений, как и всегда, организаторы не ставили. На импровизированном танцполе сошлись самые разноплановые участники. Конкурсная программа состояла из четырех заданий – презентация, харизма, синхрон и финальный батл. Где-то танцорам пришлось поработать заодно с соперниками, а где-то показать свои навыки в импровизации. Первый этап фестиваля определил трех победителей. В номинации «Новичок» первое место занял Дмитрий Глазов. В категории «Профи» лучшими стали сразу два участника – Роман Плинков и Владимир Шелест. Эта тройка теперь и будет ждать финала, который пройдет 17 сентября. Следующий же отборочный этап фестиваля состоится уже 25 июня. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.